Вы когда-нибудь слышали о том, чтобы лев отказался идти за добычей? Чтобы он лег в траве и жалел себя, потому что ему не везет, или он родился не в богатой львиной семье? Такого никогда не будет. Потому что что бы ни происходило вокруг, ему нужно охотиться, чтобы выжить. Он просто берет и действует. Но взгляните на людей. Многие постоянно себя жалеют и строят из себя жертву. Они настолько неуверены в себе, они настолько боятся перемен, что лучше вообще не будут действовать. Тем самым они разрушают себя и свою жизнь. Вам может быть действительно тяжело прямо сейчас, у вас могут быть колоссальные проблемы. Но спросите себя честно. Когда вы жалеете себя, это хоть капли у вас утешает или придает силы? Нет, это еще больше вгоняет вас в апатию и в депрессию. У вас останется все меньше желания что-либо предпринимать. Конечно, недостаточно сказать «не жалуйся», особенно когда это вошло в привычку. У многих это происходит непроизвольно, но с этим можно и нужно работать. Для начала осознайте одну простую мысль. Вы достаточно сильны, вы можете пережить все, что происходит в вашей жизни. У каждого человека бывают сложные времена, которые много ему могут дать, если правильно относиться к трудностям и действовать проактивно. Следующий шаг – не убегайте от своих мыслей и чувств. Не пытайтесь их подавить. Когда вы осознаете, что жалеете себя, подумайте, почему вам себя жалко. Отвечайте себе предельно честно. В этом случае вы увидите свои глубинные страхи и убеждения, тогда сможете с ними работать. Посмотрите на себя и на свою ситуацию со стороны. Вы увидите смелого, уверенного, целеустремленного, способного человека, который может преодолеть все. Разве вы достойны жалости? Как можно жалеть такого выдающегося человека? Посмотрите на себя. Вы настоящий орел, которому надо расправить крылья и взмыть в небо. Вы победитель. Действуйте уверенно. Не важно, что вы пока не видите своего успеха, но вы уже на пути к нему. Смело идите вперед. Субтитры создавал DimaTorzok